Раки, доброго вам времени суток! Меня зовут Ева Лехцер, рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео хочу вам предложить Тороскоп на октябрь 2018 года. По традиции Арканы вам покажут общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни, а также карты вам дадут совет, как провести наиболее благоприятно и продуктивно данный месяц. Работать я буду сегодня с Тороснов, Чиро Марчетти, а колоду показываю для тех, кто практикует сам, либо интересуется Торо. Часто вы мне задаете вопросы, с какими колодами я работаю. Напоминаю, что расклад является общим, он не может проиграться для многотысячной аудитории по ряду причин. Многим из вас необходимо смотреть свои Тороскопы не только по знаку Зодиака, но и по знаку своего асцендента. Настраивайтесь, пожалуйста, на работу и будем с вами смотреть. Итак, общая атмосфера месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и советов карт. Так, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. На общую атмосферу месяца у вас здесь падает девятка жезлов. Трудный путь, трудная лестница, тернистый ваш будет путь, но оно того стоит. Да, возможно, вы приустали, присели, как говорится, отдохнуть, собраться своими мыслями и ринуться в путь дальше. Но, тем не менее, вы понимаете, что эта ситуация оправдана. Потому что вам необходимо действовать, вам необходима ваша активность, она вас приведет к успеху. Путь ваш будет нелегкий, но, тем не менее, он будет успешным. Что касаемо работы. В плане работы императрица. Вы понимаете, вот в октябре, как говорится, поперло. Потому что здесь четко идет ситуация плодородия, роста. Если вы безработный, вы трудоустроитесь. Если вы наемный работник, есть перспективы продвинуться по карьерной лестнице, либо получить прибавку в зарплате. Если у вас свой бизнес, бизнес будет, наконец, отдавать свои плоды. Первые ростки, да, будет идти ситуация процветания. Потому что ваши усилия, они, наконец-то, увенчаются успехом. Что же касаемо финансов. По финансам Луна. Это, знаете, карта говорит, кто пусто, кто пусто. Ну, то есть, не потому что к вам не будут приходить деньги, скажем так. Они у вас сразу будут уходить на какие-то траты. Давайте посмотрю, с чем это сопряжено. Перевернутая десятка жезлов. Это желание сбросить в себя груз обязанностей. В первую очередь, отраты на семью. Кстати, для многих еще в связке эта ситуация может проиграться. Как уйти в декрет. Не для всех. Это для единичного количества людей. И поэтому перевернутая десятка жезлов. Это еще, знаете, как сбросить в себя груз ответственности по поводу заработка. Еще вот так может проиграться. Но в целом, скажем так, если эта ситуация вас не касается, ситуация где-то рождения, да, особенно для мужчин, то вот здесь вы вот этими почему-то густо, то пусто сразу будете затыкать дыры. Но тем не менее, я вам скажу честно, вам на все будет хватать. Что же с позиции здоровья? С позиции здоровья у нас падает карта отшельник. Карта медитации. Это желание поправить свое здоровье при помощи практик, гимнастик, какого-то грамотного подхода. Либо найти нового специалиста, который проведет вам качественную диагностику, ну, в плане решения ваших проблем. Это карта хорошего здоровья. То есть как на уровне сознания, так и на уровне физическом. Поэтому здесь вам беспокоиться не о чем. Скажем так, все войдет в норму, войдет в свое русло. Единственное, как говорит карта, больше посвящайте времени себе. Вам это, ну, скажем так, катастрофически необходимо. С позиции личной жизни перевернутый туз кубков. Ну, давайте смотреть, почему. В целом, сам по себе Аркан начал говорить, что, например, если вы одиноки, то это ситуация, которая вгоняет вас в стагнацию, в депрессию, в глубокие эмоциональные переживания. Если вы в союзе, в паре, ситуация разочарования в партнере. Ситуация разочарования в партнере. Почему? Да потому что по шестерке кубков, особенно если у вас детки, то вся ответственность за деток ложится на ваши плечи. То есть здесь, вы понимаете, нет какой-то вот эмоциональной поддержки со стороны партнера, в первую очередь. Я не говорю, сколько в бытовом плане. Хотя бы, вы знаете, пожалеете вас, выразить какое-то сострадание. И по шестерке кубков вы очень сильно скучаете за прошлом. Затем, как у вас было ранее в отношениях, что было внимание, была забота, была поддержка, какой-то романтизм. То есть вам не хватает, в первую очередь, эмоций, эмоциональной поддержки. Вам это крайне важно, вы очень хотите получать это от своей второй половины. Ну, из позиции совета, что у нас здесь? Семерка мечей. Карта хитрости, карта интеллектуального труда, в чем-то воровства. Карта здесь четко указывает на ситуацию, впереди противника на несколько шагов. Возможно, да, украсть считанные работки. Либо в целом, ну, как знаете, по этой карте не могу сказать, прям совсем такое вот прямое воровство. Здесь могут быть доработанные какие-то материалы. Но, тем не менее, за основу вы берете чужие труды, либо чужой опыт, либо чужие навыки. Что у нас здесь конкретно? По четверке жезлов. Да, почему? Потому что здесь это вам даст стабильность, это даст вам рост ваших доходов, ситуация плодородия. Если, скажем так, это не касается ситуации интеллектуального воровства и так далее, очень часто, особенно, ну, честно, проиграется у мужчин. Это может быть ситуация жизни на две семьи. Как говорится, и вашим, и вашим. С позиции совета, как говорят карты, не заиграйтесь. Почему? Потому что семерка мечей, карта очень коварная, она часто указывает на какие-то необдуманные наши действия или поступки, за которые нам потом приходится по итогу платить. Это карта, последствия которой вы потом услышите впоследствии, когда вы будете связаны по рукам и ногам своими поступками. Как говорит сама карта в связке, вот они говорят, постарайтесь не закрывать глаза на проблемы и препятствия, оценивайте их объективно, берегите в себе внутренний стержень, который вам поможет выстоять в трудных ситуациях. То есть даже если под вас кто-то будет копать, пытаться вам на столике, все равно вы будете на шаг впереди ваших врагов либо оппонентов. Вот такой у вас месяц, как во мне, крайне замечательный, благотворный. Пусть он у вас таковым и будет. Пусть у вас будут только благоприятные моменты. Я вам искренне и от всей души этого желаю. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как у вас проигрываются, либо не проигрываются расклады. Я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ива Лехцер. До новых встреч!